Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Снова мы на финансовых рынках и продолжаем разбирать фундаментальные события, влияющие на динамику финансовых активов. Центральной темой остается отношение между США и Китаем. Со всех сторон и плоскостей мы уже анализировали эту тему. Сегодня на рынке обсуждают последствия для глобальной экономики уже в плане рецессии. Между прочим, когда-то мы говорили о высоких рисках рецессий для экономики США. Но сейчас, судя по тому, что мы видим по статистике отдельных регионов, по той же самой Англии, напоминаю, что в минувшую пятницу там был зафиксирован спад показателей ОВП, то есть темпов экономического роста, впервые с 2012 года. До этого сколько? Целая куча была негативных отчетов по еврозоне в целом. По штатам действительно тоже были тревожные, опережающие индикаторы того, что экономическая конъюнтура значительно ухудшилась. И, в принципе, именно по этой причине в начале 2019 года риторика ФРС претерпела серьезные изменения и обозначила новый вектор монетарной политики, уже связанный с более низкими процентными ставками. Все это, друзья, скажем, общая картина, общий пазл, который складывался из множества фрагментов. И я думаю, что мы все ближе, скорее всего, к самому, наверное, страшному с точки зрения экономической ситуации фону, который будет связан с новым финансовым экономическим кризисом. Не хочется озвучать краски, конечно же, можно добавить позитива, что, в конце концов, ситуация может разрешиться. Если США и Китай, к примеру, договорятся, и тогда на рынке снова будет преобладать склонность инвесторов к риску. И мировая экономика будет стремиться к оздоровлению. Но не очень высока вероятность такого сценария. Я думаю, что все-таки будем говорить о негативе в плане фундамента со всеми вытекающими отсюда последствиями. Давайте посмотрим, что у нас изменилось за одну торговую сессию за первый день этой недели. Котировки нефти 58,45 особо картина не изменилась в отношении углеводородов. В принципе, как и закрылись на прошлой неделе, там же сейчас котируемся и на текущий момент. Конечно же, котировки провалились на прошлой неделе. Это было связано с опасениями за перспективу мирового экономического роста и, соответственно, за спрос на углеводороды. Из-за решения США ввести новые пошлины на китайский импорт и ответных мер Китая в виде запрета и приостановки закупки сельхозпродукции и девальвации юаня. Про эти риски мы говорили уже очень много, не хочется повторяться. Но в то же время цены смогли отступить от недельных минимумов. Это произошло, возможно, и из-за технической составляющей. Потому что я допускаю, что просадка за неделю была значительной. И техника могла подогреть интерес именно к откупу этого актива на значительном падении. С точки зрения фундамента тоже был позитив. Это готовность ОПЕК, намерение ОПЕК делать что-то сверх того, что уже делается, чтобы поспособствовать восстановлению баланса на рынке. Мы допустили вместе с прочими участниками рынка, что, возможно, такими стараниями ОПЕК может провести внеочередную встречу, которая, скорее всего, даже состоится уже 12 сентября. Будут ли снижены объемы добыч, неизвестно. Друзья, и неизвестно, окажет ли это серьезное влияние на рынок. Но пока работаем с тем, с чем работаем. Международное анониментическое агентство с систематической регулярностью снижает прогнозы по спросу. И последний отчет, пятничный прогноз спроса на нефть был снижен еще на 100 тысяч. Пока что картина указывает все-таки в сторону того, что на рынке должны доминировать продавцы. И я по-прежнему рекомендую вас отказываться от длинных позиций. Доллар иена, лоу вчерашнего дня 105.04. Немного мы не достигли нашей заветной цели 105. Но надо ждать, друзья, потому что очевидно, что сейчас на рынке преобладает нежелание трейдеров иметь дело с рисковыми активами. И, напротив, желание уходить в защитные инструменты. Иена здесь явно выигрывает. Это очень важный комментарий Трампа вчера в Твиттере о том, что Китай их сознательно проводит такую политику. Потому что они хотят дождаться периода новых американских выборов, которые состоятся в 2020 году. И рассчитывают на то, что в этот раз победу на этих выборах одержат демократы. С ними будет проще договориться. И демократы, в свою очередь, впоследствии позволят снова оборовать американскую экономику. Но если прочитать между строк, мне кажется, действие Китая – это для Трампа как будто бы личный вызов. Для него, учитывая импульсивность его характера, допуская, что только по этой причине он будет, скажем, личное желание, потребность увалировать в интересах национальной экономики. И если вот так вот задели его, я думаю, что не стоит рассчитывать, друзья, на то, что страны сядут за стол переговоров. Кстати говоря, Морган Стэнли и Голдман Сакс согласны с этой позицией и считают, что если и будут какие-то нотки потенциального компромисса еще обнаружены на рынке, то это произойдет уже только в 2020 году. Поэтому мы готовимся к еще большей эскалации торговой напряженности. Также хочу отметить, что по прогнозам того же самого Морган Стэнли до конца этого года ФРС снизит ставку дважды. Почему это нужно сделать? Нужно обязательно ослабить курс доллара, который, по их мнению, перекуплен на 25%. Мы видим по отдельным отчетам транснациональных корпораций с главными офисами в США о том, что они действительно сталкиваются с определенного рода потерями финансовыми из-за того, что доллар настолько дорог, из-за того, что приходится нести большие издержки в связи с обслуживанием дорогого американского долга. Сегодня в 15.30 выйдут данные по инфляции. Я допускаю, что отчет, скорее всего, разочарует, потому что общий показатель инфляции опирается на цены на энергоносители. Есть такое понятие, что нефтянка влияет на показатели инфляции с лагом в 3 месяца. То есть для того, чтобы понять, какие могут быть данные по инфляции сегодня, мы можем посмотреть на ситуацию на рынке нефти в мае. Вот тогда цены снизились, друзья, больше, чем на 20%. Поэтому я считаю, что данные сегодня могут притопить позиции доллара, потому что чем слабее будет статистика, тем выше вероятность того, что ФРС продолжит смягчать экономическую политику. Ну и по остальным активам, побыстрее, это евро-доллар 1.11.87. Сегодня мы ждем данные по бизнес-оптимизму ЗЮ в 12.00 по московскому времени. Добавляю, что снова мы настраиваемся на слабые цифры, поскольку на прошлой неделе был зафиксирован крупнейший за 10 лет спад помощного сектора. И мы не можем увидеть сегодня хорошие данные по институту ЗЮ. Политический кризис в Италии, Brexit и, пожалуйста, евро обязан просто идти вниз. Фунт против доллара 1.2065. Повторяться не буду, друзья. У нас и Brexit с одной стороны, а с другой стороны слабая статистика, повышающая вероятность смягчения монетарных политиков и снижения процентной ставки. Слабая статистика – это последние крайне удручающие показатели по ОВП. Золото 1515. Я думаю, что горизонт дальнейшего роста, он может быть и не ясен, но очевидно, что золото будет двигаться в этом восходящем ключе, потому что такое новостное окружение. И ни в коем случае не заходите сейчас в короткие позиции, считаю, что золото перекуплено, золото на оправданных уровнях, потому что для золота вообще нет такого понятия, как перекупленность, либо перепроданность. Золото просто отражает настроение трейдеров и желание, либо нежелание рисковать. Сейчас на рынке преобладают и доминируют, опять же, рыночные страхи, которые повышают спрос на защиту. И американский фондовый рынок, 2886 пунктов на данный момент, предлагая сделку селстоп с уровня 2880 пунктов, американская фонда будет испытывать дальнейшее давление из-за снижения энергетического сектора, технологического сектора, финансового сектора, из-за угрозы рецессии, которая, скорее всего, начнется в Штатах и уже потом по принципу цепной реакции распространится на прочую мировую экономику. Все это следствие, друзья, вот этих удручающих отношений США и Китая, о которых мы говорили уже не раз. Не нужно мудрить и покупать себе фонду тогда, когда, очевидно, она сейчас больше походит на пузырь, который, наконец-таки, начали сдувать. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.